Ну, значит, это дело было так. Купились? Решили поднять фильм по песне Муха. То есть была у нас съемочная группа, они послушали, проникли, съемочный сценарий, сделали раскатровку, и все. Режиссер прочитал, сказал, о, классно, здесь есть слова, что не все так глухо, как в танке. Нужен танк. Я пытался робко выздороветь, но это, в принципе, и мне магическое выражение задавал, мол, не все так плохо, не-не-не, я вижу танк, вы сидите на нем, танк, как жжик, лежает на камеру, где снежные брызгают, как раз разворачивают и стреляют. Сечный военный, понятно, хорошо. Где нужен танк, где надо взять танк, ладно. директор съемочной группы на телефон Томанского дивизии. Российское телевидение беспокоит, вот, нам бы надо тут снять, нам нужен танк. Нет вопросов, ребята. Начальник, значит, там, арт-снабжение, что-то там, слизи, все там, ну, в общем-то, там дошло, кто-то полковник. Договорились. 10 литр водки, блок матный, 10 тысяч рублей. Чудо. Танк, как и на 2 часа. Последние конструкции, и 2 часа, там хоть год полить. Малейшая модификация, в Арабских Эмиратах недавно его продавали, в 1987. Сказали, начинный срок, приехала съемочная группа, прислать, прислать, Арманская дивизия, Братцовка, показательная дивизия. Запор мощнейший. Ворота. Ворота часовой стоит, ворота деется. Продержает трафик, без опознавательных знаков. Тут не написано, что не телевидение, ничего, просто ракет. Подъехал. Ассистент, революционный, Браток, нам тут, полковник, и только не счет. Что должен делать в нормальной часовой? Сначала вольнуть в автобус, потом в воздухе и здесь. Потом вызвать начкара. Этот постоял, подумал, нажал кнопку ворота, открыли. Райка проехал, он на всякий случай козырнул. Малолет кто? Залезают здесь шесть мужиков, из этого графика и поступил прямо в штаб. Открываем дверь. Стоит невальный, со штык-ножом, дежурный офицер со стеклом. Ага. Здесь стоит, ну что? Мы проходим в полный. Мы зашли шесть неизвестных штатских абсолютно. Куда? Приготовят, где у вас? А, на второй паре! Мы по второму этажу начальник контрразведки, дежурный, зам командирочек, и, 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 как бы сюда проникнуть. Сам же говорил без такности. А ладно, пошли. Ходим, садимся в этот жирафик, часово уже. Привыкнул. Едем на полигон. Полигон зовут его в каком-то, то ли, Бородинском поле, то ли, ватерлова. На нем для Вольвы в свое время наблюдал. Значит, такой артерийский домик, наблюдательный пункт, стоит. Где-то там, в полях, значит, мелькает танк. Чего-то боится, подъехали. Он даже понял, на что он там. Мы еще не помним. И солдатик, который, значит, в этом доме, он, значит, там сидит, он произвел загадочную фразу, в смысле, которую поняли потом уже. Он говорит, только подальше отъедьте. Да. Да. Отъедем. Идем в поле, значит, оператор, сбитокарм, там, штатив. Где-то мы бредем на дуру. Полковник там. На лихой скорости подъезжает танк. Красивый, здоровый, мощный. Ну, вот эта вот машина. Да, хорошая цвета, вот ей все нормально. Полазаете по нему, ознакомьтесь. Ну, намечаем точки, где будем сидеть. Может, там-то хорошо, им открыли два люка, они так встали, у меня так, крышка держит сразу. Меня посадили впереди на прибор ночного вида. Я говорю, хватил, что-то так принорабливает. А холодно. Зима. Зима. Метет. Ну, ладно. Придешься, я поставлю камеру. Ну, хорошо, значит. Оттуда, оттуда, вон, из той ложбинки, на полной скорости сюда, метрик в пяти от камеры, так резкий поворот, что так пыль пошла, и стоп. Ну, проехали. На восьмой раз уже светильный, уже онемелый, примерзлый. Не-не-не, еще вот поэффектнее, крошка, брызги нужны, Сам сейчас сюда сядет. Это значит, проезд танка сняли. Он говорит, ну, сейчас будем стрелять. Что подполковник говорит, так спокойно, когда вы знаете, вообще, как он стреляет. Деда, не важно, что он, значит, дула разорачиваешь, так, а потом, так, раз, и что вы так, он перспективу, бабахнулся. Ну, давайте посмотрим, как он стреляет. Шесть холостых снарядов. Сколько? Ну, давайте. Пойдем. Поворачивается и уходит в поле, строго от танка. Метров на стол уходит. Старк ладит, так ли стоит. Почему-то он делает так. Еще и рот открывает. Так, парень на нем. Дядька, ты че? Неужели? Давай! Как он? Дал. Он подпрыгнул, там пламя метров на пять. Сзади мы в ста метрах сбоку стояли, в грудь волна такая. Значит, встал, есть ли смысл фразы того солдата, что отъедете подальше. Он стоял от этого домика метров в 150. Там стекла. А мы видели этого плаща. он открыт? Он обреченно подметал эти стекла. И срывает. Правда? Ну, теперь вы понимаете, чего вы хотите. Вот так вот, а вы хотите там за нем сидеть, в этот плащ. в этот плащ. И с Васькой и Валеркой так трякнулись, да не, мы, собственно, и не хотели. А вот слов-то другой я имел в виду. не, я вижу, я хижу, я это все вижу, ребят, но искусство требует жертвы, но не такие же. нет. Полковник понял, что, то есть, это упорно попасть. Ну, хотя бы шлемофоны надените на них, а то, ну, и ребята, оглохнут вообще. Шлемофоны где взять? Здесь, экипажа, не рассчитывались ли такое? Те, верные присяги, плохо скрываемые ненавистью смотрят на нас. Так, в последнем, в скором молчании с нами шлемофоны отдают нам садятся на дно. Ну, ты. Давай. Слышишь, дрожаешься в руках, подержи на носке. И что-то мужики им щеки в люках стоят. И на этом прицеле вот она башня твоя, вот она это не поскальна. неожиданно. Ужас. Ужас. Понимаю, сейчас что-то будет. Полковник уходит. ты. Ощущения в различных частях тела, они где-то были одинаковыми. По посылу. Приходит, взял этот полковник, произносит историческую фразу. Он говорит, 23 года служу в армии. Ни разу не видела, что какие-то идиоты сидели на броне во время прямого убийства. Все в общем говорят, а-а-а, а мы-то. Уши стали по форме шлемофона. Белеведи такие. Он, прежде всего, в душе хотел думать. Я так понял, что второй раз стреляли по притягу. Не слышно было, когда конец. Там глаза. Я ничего не слышал, но я вижу. Леонид Сергеев из Таманских дивизий специально для ТВ Славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова